Девушки отдыхают Я открыл трех толстяков И вдруг меня пронзила мысль о том, что в России должны быть три толстяка Чтобы исчезли все споры, все митинги, вся политическая напряженность В России надо выбирать нескольких президентов, а не одного На одновременное правление Пусть будет президент агрессивно-быдлянского большинства Владимир Владимирович Путин Пусть будет президент трех процентов интеллигенции Какой-то человек Еще, наверное, можно что-нибудь придумать Бизнес-сообщество И смотрите, по каждому вопросу выступают по очереди все трое Вот, например, идет обсуждение Палата номер шесть В масштабах страны То есть выступает Путин и говорит Я считаю, говорит он Что на завтра выступление перед народом второго президента Который говорит, а мне казалось бы И я уверен, что мои избиратели меня поддержат Что должна быть Ну, что третий говорит, ну я-то думаю И мои избиратели меня поддержат Что должна быть А потом хожу, например, я и говорю А теперь как дела, что это на самом деле И в конце концов А потом где-то в какой-то комнате маленький Тихий серый кардинал Высушил всех трех Ага, нет, сделаем его Да дайте же договорить Почему? Я вот Сразу исчезнет вся политическая напряженность Знаете почему? Потому что в России Никого не интересует Как будет на самом деле В России всех интересует Дайте мне сказать Да, 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 да То есть здесь главное покричать И когда Совершенно верно И когда каждая часть нашего Так сказать, разнокалиберного электората Будет иметь свое представительство На самом верхнем уровне Не в Думе, понимаете Вот в Думе там один процент Что Дума? Это не Что Дума? Герцин так говорит Что былое? Да? Что там парламент? Нет А вот в Кремле На самом верхнем участии Три президента Президент для многих Президент для избранных И президент для самых избранных То есть можно Это гениально Это ужасно Почему? Потому что Москва встанет тогда вообще навсегда Да не Ставишь три президента едут на работу Нет, нет, нет Смотри А об этом не подумали? Подумал, подумал Я подумал Нет, накупить три вертолета Да я подумал обо всем Смотрите Просто они едут на работу в разное время Вот я и кое Москва встала Нет Все будут знать Что с семи до девяти На работу едет президент номер один С двенадцати до двух Президент номер два А с пяти до семи Президент номер три Смотрите Они будут Для передвижения два часа Остаются интервалы между дорогами Ну На самом деле Боря В Москве и в Питере Я считаю Да? Это высочайшее жлобство Ездить на работу на машине Давно надо пользоваться Общей страны Короче говоря Мы это все решим Главное Чтобы одновременно В стране были Три властителя Или там Пять Семь Не знаю Чтобы каждый слой Нашего общества Имел полномочного Представителя в Кремле Так выпьем Так выпьем же Трехтофель Заметьте Сколько радиостанций И телеканалов Может быть Телеканал Президента номер один Радио Президента номер два Газета Президента номер три Ну все А какая демократия Ребят Ну ни в одной стране Мира такого нет И знаешь Что самое главное Самое главное Чтобы эти три президента Были близкими друзьями И никогда не ссорились А лучше любовник Они не могут Потому что иначе Будет такая Подожжение Они не пересекаются Они живут в разных местах Президент абсолютного большинства Живет так Как живет абсолютное большинство Вот как должен жить Путин Как живут те Кто его выбрал Президент интеллигенции Должен жить там В однокомнатной Скажем квартире Где нибудь в Бутове Жить так Как живет его электорат Президенту бизнесменов Конечно повезет Больше всего Только он и будет Жить на Рублевке Смотрите Разгрузится Рублевское шоссе Разгрузятся аэроплоты Ты понимаешь Что ты только что Выдал в эфир Гениальный сюжет Да И не один Это же сериал Который поплатит Кто-то другой А кто Почему В книгу Почему кто-то другой Ты успеешь написать Нет Это все Нет Минучку Курсив мой А Как она буква Коперайт Да Коперайт мой Я пью за трех президентов Олеша Олеша поставил себе Бессмертный памятник За трех толстников И никаких Просперов И никаких Тибулов Вот главное Ни Тибулов Ни Просперов Не будет Они всегда найдутся Ну это сумасшедшие Мы будем лечить Акциклодол и клонил Кашенко закрыли Но у нас еще хватит клиник Да У нас хватит Лоботомия У нас на всех хватит клиник Лоботомия